Добрый вечер, пятница 31 марта. Новое время начинает информационный час на телеканале ЖБЕКЖОЛА. О главных темах дня в прямом эфире расскажу вам я и Нур Мангали. Наши корреспонденты и гости в студии Сурда. Перевод Багдаулета Кожбанова. И смотрите сегодня в выпуске. Оптимизировать льготы и налоговые реформы обсудили в Сенате. Тарифная льгота. 350 тысяч тонн сахара сырца завезут в Казахстан без уплаты пошлин. Реабилитационный центр откроют в бывшей резиденции президента в Костанайской области. Теперь на английском. Научный труд карагандинских ученых опубликовало издательство с мировым именем. Казахстан на следующей неделе посетит специальный представитель президента Франции Изабель Дюмон, сообщает Аккорда. Визит состоится 6 апреля. В его рамках планируется встреча президента Токаева с дипломатическим советником Эммануэля Макрона. Какие нормы могут войти в новый налоговый кодекс? В Сенате сегодня обсудили возможную оптимизацию неработающих льгот. Депутаты проанализировали их эффективность и выступили с предложениями. В частности, речь шла о детализации формы отчетности. О других инициативах расскажет Марк Брюшко. Оптимизировать льготы, которые не работают. Сегодня об этом говорили в Сенате. В отдельных случаях бюджет недополучает денег, а экономического эффекта нет. Основной проблемой депутаты считают дисбаланс, от которого следует избавиться при разработке нового налогового кодекса. Определен дисбаланс в предоставлении налоговых льгот финансовому сектору. Необходимо сделать акцент на приоритетном развитии реального сектора экономики. Это средний и малый бизнес, сельское хозяйство, социальная сфера и обрабатывающая промышленность. Работы предстоит больше, чем кажется изначально. Прежде всего, нужно закрепить точное понятие налоговой льготы. Кроме того, по словам спикеров, действующие налоговые формы не отражают всей информации по получателям льгот. Это затрудняет сбор данных и понимание, какую именно помощь бизнесу оказывает государство. Методологически очень много вопросов возникает, которые, значит, что такое льгота? Льгота это или не льгота? Ну, например, я, чтобы понятно было, вычет по переносу убытков по корпоративному подоходному налогу. То есть это же инвестор делает инвестиции, строит какой-то завод, начинает потом этот завод работать, он получает доходы. И, естественно, те инвестиции, которые он сделал, это же его расходы, он начинает отбивать, и после того, как он начинает отбивать эти, отобьет эти расходы, тогда это уже доход. Сейчас у нас работает немножко по-другому, поэтому здесь, то есть это льгота или не льгота, мы как раз вот этот перечень будем включать и уже будем понимать, как это все будет работать. Не обошлось в процессе обсуждения и без критики. В течение двух месяцев мы с вами встречались, не получили соответствующей информации. Мы полагаем, что по итогам сегодняшнего нашего круга стола на имя министра надо будет подготовить письмо о том, что по Министерству здравоохранения вообще нету понимания, хотя у них есть льготы на импорт в виде освобождения от уплаты МТС, как по приобретению медицинского оборудования, по лекарственным средствам. О том, что налоговая политика должна быть понятной и стабильной, говорил и президент Казахстана. Накануне, выступая на заседании первой сессии парламента восьмого созыва, Касымжумар Токаев высказался о необходимости формирования справедливой, стабильной и прозрачной налоговой системы. Работать над этим предстоит депутатам и правительству. Марк Брюшко, Индира Тегзанова, Жебек Жолы. Для развития малого и среднего бизнеса необходимы доступные кредиты, подчеркнула председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкосымова в комментарии журналисту телеканала Жебек Жолы. Глава ведомства отметила, что несмотря на повышение базовой ставки Нацбанка, для сдерживания инфляции в стране работают льготные программы кредитования. К примеру, дорожная карта бизнеса, где процентные ставки субсидируют и предоставляют гарантии. Для роста кредитования предпринимательства снижены требования по взвешиванию рисков и коэффициенты для предоставления залога. Без развития малого и среднего бизнеса развитие устойчивой экономики невозможно. Это уже является основной задачей и правительства, я думаю, и та задача, которая была поставлена перед новым депутатским корпусом. Что необходимо для развития малого и среднего бизнеса? Это вопрос, прежде всего, создания необходимых благоприятных условий. Это может быть, во-первых, и налоговые льготы. Президент говорил о том, что должен подняться новый налоговый кодекс. В предыдущие годы мы зачастую видели, что создавались налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей. Это стимулировало бизнес, на самом деле, дробиться. И вместо того, чтобы укрепняться и расти из малого бизнеса, переходить в категорию среднего бизнеса, мы видели, что, пользуясь льготным налоговым режимом для индивидуальных предпринимателей, зачастую происходило, наоборот, дробление бизнеса. Поэтому, наверное, на это надо будет пристальное внимание обратить при принятии нового налогового кодекса. Второе, конечно, это условия финансирования. Напомню, глава государства на открытии первой сессии парламента 8-го созыва поручил сместить акценты в экономической политике. Мало и среднее предпринимательство должно стать движущей силой экономики и рынка труда. Об этом много говорилось, подчеркнул президент, однако значимых сдвигов в данном направлении пока нет. По информации агентства, совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за месяц на 0,1%, до 9,5 трлн. тенге. Займы субъектам МСБ на 0,5%, почти до 6 трлн. тенге. О развитии приграничных сельских территорий и цифровизации экономики мы поговорим сейчас с гостем в студии, депутатом Мажелиса Екатериной Смышляевой. Екатерина Васильевна, здравствуйте. Добрый вечер. Глава государства в социальном блоке выступления предусмотрел меры по развитию приграничных территорий, чтобы отток населения сокращался. Скажите, какие механизмы здесь нужны? Действительно, приграничные территории это отдельные такие населенные пункты, на которые, в общем-то, всегда обращали так или иначе внимание, но сейчас это отдельное направление, которое выделил глава государства, потому что действительно у нас на приграничных территориях сложилась ситуация высокой миграции населения. Это и образовательная миграция, и трудовая миграция, это вопросы качества и уровня жизни именно в приграничных селах, значит, это какие-то климатические особенности и так далее. И поэтому сегодня это действительно очень важно, очень важно сохранить население в приграничных территориях, самое главное. И сохранить население в приграничных территориях можно только в том случае, если население естественным образом пожелает там остаться, потому что никакие искусственные варианты здесь не работают. Почему у нас, как правило, ну это, в общем-то, проблема связана не только с приграничными селами, это проблема связанная в целом с сельскими населенными пунктами, с которыми мы сейчас сталкиваемся, это, конечно, прежде всего уровень жизни, то есть качество жизни, это инфраструктура. То есть если у людей нет доступа к качественному здравоохранению, образованию, дорогам, значит, питьевой воде, естественно, что население, оно предпочитает переехать в город или в более там развитые села. Это первое направление. То есть первая и самая главная причина инфраструктурная. Второе, это экономическое положение, то есть тогда, когда у людей есть работа, то есть есть образующее хозяйство или есть, значит, развиты хорошо личные подсобные хозяйства, то тогда, естественно, когда есть работа, спокойно население сохраняется в том или ином населенном пункте. Если работы нет, значит, нет там какой-то организации, где можно работать по найму или, значит, нет неразвитые личные подсобные хозяйства, предпринимательства, естественно, тогда без работы люди ищут, где будет эта работа для того, чтобы обеспечить себя, свою семью. И, конечно, влияние приграничных, то есть соседей, соседних государств. Это когда предлагаются лучшие условия, вот в части образования, как правило, я самая из северного региона, и мы видим, что приграничные наши села буквально находятся там под четким, в поле зрения, да, университетов соседнего государства, да, которые лучших ребят приглашают учиться, которые, значит, естественно, если ребенок после 11 класса уехал учиться, то дальше уже трудоустраивается по месту своей учебы, как правило, да, то есть предлагают какие-то более лучшие условия, работа точно так же, как у нас сейчас молодежь говорит, хантит, да, то есть рекрутинг, он кадры, человеческий капитал, это на самом деле очень большая ценность в современном мире, качественный человеческий капитал, и за ним тоже приезжают, то есть здесь есть, конечно, влияние, мы теряем население, это очень плохо, и поэтому то, что сегодня приграничные территории в рамках в целом регионального развития будут иметь особый статус, как бы, ну, не то, что особый статус, а будет находиться в зоне особого внимания, наверное, да, будем так говорить, по всех отношениях это очень хорошо. Вот сейчас как раз-таки разрабатывается концепция по развитию сельских территорий, вот эти вот проблемы, которые вы сейчас озвучили, так скажем, да, вызовы, будут ли они решены? Я думаю, как раз-таки приграничные сельские населенные пункты, они в рамках вот этой концепции, они тоже будут рассматриваться, то есть внутри, да, то есть, ну, концепция сельских, развитие сельских территорий, это прежде всего, значит, институциональное их развитие, то есть это передача функций децентрализации управления, то есть передача каких-то функций с центра на уровень, значит, решения сельских, значит, общественных советов, для того, чтобы каждый житель мог участвовать в управлении своей территорией. Второе направление — это инфраструктура, точно так же, как для приграничных сел, аналогичная проблема у нас для всех сел сегодня, мы много лет реализуем программы Аугельбисы, ГИПа, питьевой воды и так далее, но такого комплексного, как бы, результата пока видно далеко не на всех селах, поэтому я думаю, что вот эта концепция, она решит вопрос, и не будет таких ситуаций, когда там у нас в селе 5 километров дороги сделали, и мы называем его модернизированным, то есть сейчас подходы меняются, и действительно, эта модернизация под ключ, она, и очень надеемся, что когда будет утверждена концепция, она, как бы, естественно, появится. И третий пункт — это работа, о которой мы говорили, и для приграничных сел, то есть это доходы населения, если будет работа, будет условия для развития бизнеса, личного подсобного хозяйства, то, безусловно, никто от достатка никуда не уедет на сегодняшний раз. Я думаю, вопросы занятости и образования, они, в принципе, актуальны не только для приграничных территорий в целом. Вот приграничные — это просто часть сельских территорий, и есть села, которые далеко не приграничны, но у них в целом аналогичные проблемы, просто там вот нет этого влияния, значит, нет такой миграции. Там миграция в основном идет в город, то есть в другую местность, а для приграничных — это миграция в соседние государства. Вот в чем разница, по большому счету, большая. А во всех остальных вопросах примерно ситуации схожи. Давайте поговорим о цифровизации. Перед Казахстаном стоит большая стратегическая задача — стать региональным, можно сказать, цифровым хабом. Какие успехи можно выделить уже сейчас в этом направлении? У нас по международным рейтингам, не буду всех перечислять, мы сейчас находимся в достаточно выигрышной позиции в плане развития электронного правительства, в плане цифровизации различных отраслей, в том числе экономики, в плане банковских цифровых сервисов, платежных систем. Мы это сами видим, наш смартфон сегодня полон различных удобств. Это что касается в целом развития цифровизации, но хаб — это предполагает более такой комплексный подход. И сегодня речь идет и о инженерной составляющей этого хаба, то есть это развитие центров обработки данных, строительства их. Сейчас в ближайшей перспективе это запланировано. Это предполагает развитие кадрового потенциала IT-отрасли, то есть это развитие, вернее, формирование целого поколения IT-инженеров, сотрудников, разработчиков, программистов, креативной молодежи. И еще одно — это среда для развития, конечно, стартапов в сфере инноваций, в сфере IT-технологий. Потому что если мы не будем своих идей, своего продукта производить, то тогда о хабе говорить будет достаточно сложно. Здесь, наверное, один из ключевых вопросов — сколько понадобится времени, чтобы все это осуществить. Во-первых, чтобы цифровизация была во всех отраслях экономики, чтобы стать именно хабом таким. Я хочу сказать, что хаб сегодня реализуется, и вот инженерную систему, когда она догонит, то есть развитие цифровых сервисов, идей, когда догонит инженерная система, это центр обработки данных, и это интернет повсеместный, качественный, тогда уже мы можем сказать, что эта цель будет достигнута. Но что касается цифровизации отраслей экономики, то здесь два момента. Первый момент — это технологическая часть. То есть сегодня мы в целом можем говорить, что в плане цифровизации у нас нет границ. То есть у нас технологически мы готовы к оцифровке любой отрасли. Не готова отрасль. То есть прежде чем отрасль будет оцифрована, любой процесс будет оцифрован, нужно провести его реинжиниринг. То есть пересмотреть все процессы, которые в той или иной отрасли действуют. Прежде чем цифровой инструмент ляжет на тот или иной процесс, мы сейчас с оборотом жиженного газа работаем, на тот или иной процесс, нужно внести изменения в законодательство в этой отрасли, нужно оптимизировать процессы, нужно сократить все эти вещи, чтобы они совместились с цифрой. Вот этот процесс, он очень трудоемкий. Поэтому я думаю, что здесь у нас, не могу оценить, наверное, в годах, я скорее в объеме работы, но это огромный труд. И плюс есть еще определенная ригидность, ну определенное сопротивление даже. Да, вот насколько госорганы наши вообще готовы к цифровке. Ну это естественно, потому что цифра это прозрачность. Да, это прозрачность. Давайте по-честному, да, то есть цифра это путь к цифровой правде. В исключении коррупционных рисков. Да, да. Что такое цифровая правда? Я вам на примере инфляции расскажу. Вот инфляция раньше, допустим, вот президент, кстати, этот вопрос тоже постоянно поднимает по статистике, честной статистике, да. Инфляция раньше формировалась путем опросов, да. Значит, это маленькая выборка людей, это определенная периодичность. Сегодня инфляцию можно вычислять в реальном времени в режиме онлайн с помощью операторов фискальных данных. Все, то есть по фискальным чекам мы можем понять увеличение или снижение стоимости продукта. Но это будет реальная инфляция. И мы от нее никуда не уйдем, и мы ее сегодня видим. Пока вот у нас сегодня ручное управление, там, бумажное управление смешано с цифровым, пока еще у нас вот этой правды не получается. И вот когда мы оцифруем все отрасли экономики, тогда мы придем к объективной и четкой картине по всем отраслям. Поэтому, конечно, определенное сопротивление есть и с квалификацией связанной, и с определенными привычками, и со страхом некоторым, опасением. Но я думаю, что мы все это переживем, потому что все-таки мы понимаем, что цифра – это та реальность, с которой нам предстоит жить в ближайшие десятилетия. Екатерина Васильевна, спасибо большое за то, что делили нам время. Спасибо за интересную беседу. Мы продолжим наш эфир. 34 тысячи казахстанцев подали заявки на применение процедуры внесудебного банкротства. Об этом сегодня сообщил вице-министр финансов Ержан Бержанов. 94% заявлений поступили через портал ЕГОВ, остальные 6% – через мобильное приложение ЕСАЛЭК. На сегодняшний день завершена проверка свыше 10 тысяч заявок, из которых только четверть соответствует критериям. Большая часть граждан получил уведомление об отказе. Тем не менее, повторное заявление можно будет подать через три месяца. По данным кредитного бюро, почти у 7 тысяч человек было частичное погашение долга в течение года. Или сумма долга превышает пороговое значение в 1600 МРП. Также почти по 2000 обратившихся граждан нет подтверждений того, что они получали АСП в течение полугода. Напомню, это еще одно требование. В отдельных случаях не указан факт наличия супруга, согласие которого необходимо для применения данной процедуры. Или же на праве собственности имеется недвижимое имущество, земельные участки и автотранспорт. Более 73 казахстанских предприятий должны своим работникам порядка полутора миллиардов тенге. Возглавляет антирейтинг Мангиставская область, на счету которой долг в размере 242 миллионов тенге. Далее следует Алматы – 235 миллионов. Об этом сегодня в ходе брифинга заявили представители Комитета труда и соцзащиты населения. По их сведениям, всего с начала года работникам выплачено более миллиарда тенге, защищены трудовые права в 8 тысяч человек. Также по инициативе профильного ведомства внесены изменения в законодательство. Предписание о выплате работодателям зарплаты приобрело обязательную силу исполнительного долга. После истечения срока частные судебные исполнители вправе применять меры принудительного взыскания. На 1 марта текущего года государственными инспекторами труда проведено более 900 проверок, в ходе которых выявлено более тысячи нарушений. Из них в сфере труда – 865, по безопасности и охране труда – 132, и занятости населения – 8. Работодателям выдано 527 предписаний и наложено более 300 административных штрафов на сумму более 54 миллионов тенге. Рассмотрено 4 662 обращений. На предприятиях республики действует более 18 тысяч производственных советов, где внутренний контроль осуществляет более 24 тысяч технических инспекторов по охране труда. Казахстанские производители сахара смогут завозить средств без уплаты пошлин. Речь идет о 350 тысяч тонн продукции. Ввести тарифную льготу решено по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии. О том, как это отразится на развитии сахарной индустрии и как обстоит дело с собственным производством, выясняла Ирина Панфилова. В Жамбылской области производством сахара занимаются два завода. В прошлом году предприятия выпустили свыше 11 тысяч тонн сладкой продукции. За два месяца 2023 года Таразским сахарным заводом произведено 37 700 тонн сахара, а Меркенским сахарным заводом 9 300 тонн. Если вот динамика показывает нынешнее, если эти сахарные заводы, два завода будут работать так же до конца года в стабильном режиме, то в текущем году проблем с обеспечением сахара и населения области не должно возникнуть. Тонна сахарной свеклы на казахстанском рынке стоит примерно 40 тысяч тенге. В Жамбылской области корнеплод выращивают более 80 фермерских хозяйств. В прошлом году под сельхозкультуру отвели 5,5 тысяч гектаров. В этом посевные площади увеличили вдвое. В целом по Казахстану посевы нарастят до 18 тысяч гектаров. Это на треть больше, чем в 2022. Однако для стабильного производства сахара собственного сырья все равно недостаточно. Поэтому заводы ежегодно дополнительно закупают сырец из третьих стран. К слову, завозить его отечественные производители теперь смогут без уплаты пошлин. Утвержденная тарифная квота на 9 месяцев этого года составляет 350 тысяч тонн. Стороны договорились вернуться к этому вопросу в сентябре и пересмотреть объем квот с учетом нового урожая. Сейчас в Казахстане работают 4 сахарных завода. По данным Минсельхоза, 350 тысяч тонн – это общий объем сырца, который запрашивали представители данного бизнеса. Если вы, например, являетесь руководителем сахарного завода, вы будете вести его постепенно по надобности вашего потребления. То есть, возможно, в этом месте 10 тысяч тонн. Ну, условно скажем. В следующем месте 50 тысяч тонн. То есть, от того потребности, сколько вам необходимо. Если мы говорим, что 350 тысяч тонн сахара сырца, из них не менее, около только 2% является, так сказать, остатком. И все. Остальное – все сахар. За два месяца текущего года отечественные предприятия произвели более 50 тысяч тонн сахара. Еще свыше 40 тысяч тонн продукции к нам завезли из-за рубежа. Для сокращения такой импортозависимости нужны не только сырье, но и модернизация объектов. В рамках так называемой оборудованной схемы заводам на эти цели выделили порядка 18 миллиардов тенге. Ирина Панфилова, Нуржан Кадралин и Алмат Мендыбаев. Жебекшолы. Нарастить мощности по рафинированию подсолнечного масла планируют в Казахстане ближайшие два года. Об этом сообщают в профильной ассоциации. Между тем, аналитики Рэнкинг КИЗ подсчитали, что производство растительного масла в стране растет. Вместе с ним и цены. За год оно подорожало в среднем на 18%. В разрезе регионов больше всего продукции произвели в Восточно-Казахстанской области. По выпуску рафинированного масла вторую строчку занял Алматы, третью – Шымкент. По производству нерафинированного масла в тройке лидеров наряду с Восточно-Казахстанской областью, Абайская область и город Алматы. При этом цены на растительное масло по итогам февраля текущего года выросли на 17,5% за год. Оливковое масло подорожало сразу на 26,3%. Самый заметный рост цен отмечен в Каргандинской области, Шымкенте и Алматы. В Туркестанской области поспел первый урожай капусты. Овощи производственного кооператива, расположенного в Келесском районе, на этой неделе уже поставляют на прилавки казахстанских магазинов. Основная часть будет отправлена на экспорт. Аграрии планируют собрать за этот сезон два или даже три урожая. В хозяйстве сельского округа Ошкон в феврале высадили капусту на 100 гектарах. Семена, посаженные под тонкой пленкой, очень быстро дали всходы, говорит овощевод. Всего два месяца и можно собирать урожай. Сегодня земледелец готовится реализовать свой товар. Цена будет в пределах 250-300 тенге за килограмм. «В этом году из ранних овощей мы посадили капусту. Вот, как видите, уже собираем первый урожай. Теперь на этой же земле будем сажать помидоры. А после того, как получим урожай, высадим осеннюю капусту. Так и получаем готовый продукт». Овощеводы говорят, что могут выращивать и другие виды овощей. Но для этого пока недостаточно водных ресурсов. Земледельцы зависимы от воды, поступающей из Узбекистана. Напомню, в этом регионе на некоторых посевных площадях используют капельное орошение. «Вся вода, поступающая в сельский округ Ошкон, поступает из Узбекистана через каналы ВТК-15, ВТК-24. Так как многим аграриям не хватает воды, земли остаются без дела. Во время посевных работ площади орошались с помощью насоса. Сегодня порядка 250 гектаров земли не поливаются». В нынешнем году в Туркестанской области планируют высадить 9 тысяч гектаров ранеспелого картофеля, 2 тысячи гектаров лука и тысячи гектаров моркови. А соберут урожай капусты 7540 гектаров. Нуркен Акимхан, Кунсая Курмет, Жбек Жола. На месте резиденции президента в Костанайской области появится реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Такое решение принято специальной комиссией. Разработкой проектно-сметной документации займутся в текущем году. Деньги выделят из местного бюджета. На территории расположены 6 жилых зданий и санитарный корпус. Здесь будут оказывать медуслуги, а остальные помещения оборудуют для проживания маленьких пациентов. Одновременно лечение в центре смогут получать до 60 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и психоневрологическими патологиями. Отмечу, что в таком учреждении область нуждалась долгие годы. Дети и взрослые проходили реабилитацию на базе единственного центра, который рассчитан всего на 20 коек. На сегодняшний день порядка 600 детей уже имеют такую рекомендацию для того, чтобы пройти реабилитацию в течение 14 дней. С учетом того, что здесь реабилитация у нас откроется, во-первых, будет больше проектная мощность, во-вторых, мы планируем увеличить период прохождения реабилитации с 14 дней до 21. Научные работы каргандинских историков и филологов о массовом голоде 30-х годов прошлого века заинтересовались заинтересовалась одной из старейших в мире научных издательств Макмиллан. В электронном формате двухтомник уже доступен англоязычным читателям. Издательство планирует напечатать бумажный вариант книги. В этой книге собрано более 90 архивных документов. Большая из них, часть, раньше была засекречена. В течение года ученые Карагандинского университета имени Букетова собирали информацию буквально по крупицам. В итоге получился двухтомный фактографический сборник. Несколько месяцев назад мы получаем приглашение от международного, самого топового издательства Макмиллан с просьбой опубликовать нашу книгу на английском языке. Мы, безусловно, взялись за эту идею с энтузиазмом и для нас это большая честь, потому что мы так полагаем, что немногие книги по социально-гуманитарным наукам опубликованы вот в этой научной базе. Научный труд карагандинских исследователей презентовали год назад. Им удалось собрать архивные материалы и воспоминания родственников, спецпереселенцев и тех, кто стал очевидцем и свидетелем тяжелых 30-х годов Голодомора. Сегодня эти материалы активно используются на занятиях по истории и краеведению. Книга уже доступна во многих библиотеках Казахстана. Информация очень доступно написана и очень интересен тот факт, что над ней работало несколько наших преподавателей из университета. Они искали информацию и эта книга доступна в нашей библиотеке. Мы в любой момент можем сами взять ее и почитать, и проникнуться чужими историями. Переводом на английский язык тоже занимались преподаватели Карагандинского университета. Двухтомник проиндексирован в международной базе «Спрингер» и доступен в электронном формате на сайте лондонского издательства. В ближайшее время авторы ожидают и бумажный вариант. Любовь Лачкина, Жебек Жоле. В столице сегодня прошла первая национальная премия телесериалов «Наурез». Претендентов было более 250. В итоге лучшим историческим сериалом стал «Маржакаб» «Оян Казак». В комедийном жанре победы досталась Келинджан. Сержант Братан получил номинацию лучшего веб-сериала. Среди актеров главный приз достался Дулыга Акмолда. Лучшей актрисой стала Жанель Сергазина. Отмечу, всего было 13 номинаций. Финалистов определили жюри, в составе которого опытные режиссеры, продюсеры и представители творческой интеллигенции. Победителям вручили памятные статуэтки и денежные премии в размере миллиона тенге. Организаторы намерены проводить мероприятия ежегодно и таким образом продвигать казахстанские сериалы на отечественных и международных онлайн-платформах. Эта премия, более того, она еще ведь мультипликативный эффект несет. Мы не только поддерживаем всю сериальную продукцию, но и весь комплекс. Это и режиссер, постановщики, актрисы и в целом всю отрасль. Я думаю, что первая эта премия, она даст серьезный толчок и динамику для производства и поддержки отечественного контента. И тем самым мы будем снижать зависимость и приобретение иностранного контента. И будем сами экспортировать в наши соседние или дальние страны. Это все, о чем мы успели рассказать. Вам эфир продолжит информационно-аналитическая программа «Жан-Ауакыт». Кез-Жары Қануар эфир тізгінім өзінде.